приехали вот такое красивое место и надя сейчас вам расскажет будет пробовать рассказывать что включает в себя турецкий национальный завтрак да рассказывай там лет очень вкусный как он называется по-турецки минимэн минимэн да минимэн прийти в турцию обязательно закажите минимэн очень острые перцы которые лучше не есть ну да далее слабые желудки это помидорки очищены кожуры петруля картофан это три вида сыра разный твердый он такой вот этот кисловатый такой это типа феты огурцы джем из инжира из инжира офигенно маслица мед потом что не знаю что это наверное что-то варенье какое-то не за рожкового дерева кстати давай попробуй рожковое дерево рожковый сироп и это что-то не знаю смотрите какой масло желтый желтый и какой хлеб пара видов лепешек это да слушайте товарищи насколько это стоит думаешь ну 100 лиры наверное где-то да это два да на двоих порция 150 лир это примерно 500 рублей около 500 рублей чуть меньше и чай все это входят стоимость масло если бы знали как оно пахнет нереально да ну ладно приступим твои это надо запечатлеть все понимаю потому что ты должна делиться со людьми и своими ощущениями вкусно тебе или нет они прям восхитительно вкусно ты записываешь или нет да уже не все вкусные по словам вот этот не очень насыщенный по вкусу но вкусный мне понравился вкусный но не очень насыщенный да на голландский похож он такой сливочный вкус у него нежный это тоже вкусный он не как фето фето такой кислый соленый а это не рассыпается кстати вот этот сыр с жиром прикольно я начинаю смешивать пошли и возвращение и вот такие вот лепешки сами попут они вкусные? да, очень вкусные вы опять попробуете? да тут мне нравится что они в семейные они открывают семейные предприятия, капельские, ресторанчики жена там готовит у него сам как бы тоже организатор и официантам работает да, да, да и дети помогают официантам как бы заработать, да, или там как тут моют все прям семейный бизнес да, все построено и нереально а зачем нанимать кого-то, если можно самим сделать? да, все в семье остается да и реально готовить и кушать вот в таких кафешках почему-то я тоже курицу где ем вот это дома, а тоже семейные там уж вот такие оливки продают только на рынках бабушки солят, сами маринуют намного лучше, чем магазинные намного лучше, чем магазинные вот такая там неострая разновидность, да? а может просто такой вырос он как бы должен взять там, но бывает такое смотрите какое масло обед чай так сейчас я попробую вот это что-то все-таки пишем или нет? хорошо, надо было большой с окончанием да, мне большой ммм вкусливо вкусливо ммм мне довольна мне почему-то просто как-то не хватает или омлета но что-то мне не хочу, но я не могу помочь